МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отметили День защиты детей в республике в обзоре Анны Городновой. Мастер-класс от Дани Сазарипова. Главное, что из них вырастет хороший человек. Как прошел звездный урок по хоккею Альгина Сагараева. Аналогов нет. Какое уникальное судно сделали в Зеленодольске, увидел Дмитрий Аринин. Детство по правилам улицы. Какие-то поступки, нарушающие закон. Здесь, конечно, окружение ребенка. Почему дети совершают то, чего даже взрослых бросать в дрожь? С теми, кто оступилась и пообщалась, Альбина Минебаева. Снег в первый день лета. Совсем не июньские осадки наблюдали сегодня жители Казани, Нурлата, Челнов и других районов республики. Татарстанцы делятся кадрами в соцсетях. Мини-сугробы на приусадебных участках и запорошенные машины. Такой холодной ночи не было уже 80 лет. Синоптики пока не дают утешительных прогнозов. Холодные температуры сохранятся и в ближайшие дни. Снег и холод в первый день лета не стали помехой. Несмотря на то, что большинство уличных представлений в День защиты детей отменили, это не повод отказываться от праздника. Концерты, конкурсы, шоу в детских больницах, соревнования по картингу и вручение стипендий лауреатам фестиваля «Созвездие». Яркая палитра праздника в обзоре Анны Городновой. Просто стоит потеплее одеться и заведиться хорошим настроением. Мы маленькие дети, нам хочется гулять! Согревались маленькие елобужане в Александровском саду танцами и квестом. По карте искали клад пиратов, стреляли из лука. Ярким солнцем на асфальте призывали к потеплению, ведь школьники так давно ждали лета. Оно не наступило. Начинается каникулы, не надо ходить в школу рано утром. У меня день рождения будет. Десять команд, более 150 участников «Мамадыша» отметили праздник по-спортивному детской спартакиадой. Прыгали со скакалкой, бежали на скорость, метали в цель. На скакалке прыгала. Я из садика Экиет. Скорость и адреналин. Как вести себя на дороге, знают. Правила безопасности соблюдают юные водители. В Казани открыли соревнования по картингу на Кубок правительства республики. Илья Боркин из Лаишевского района, как и тысячи его сверстников, в картинг пришел случайно. И остался. Я думаю, буду всегда выигрывать. Постараюсь. Когда люди занимаются картингом, они должны соревноваться. И любая форма соревнования, она способствует тому, что, так скажем, дети развиваются. Там гоночная машина, а здесь сказочная карета. Новорожденных набережных Челнов встречали сегодня по-королевски. К одному из роддомов подъехала настоящая карета. Так к выписке супруги подготовился местный житель Максим. Ее величество, королева Мария! В гипсе и бинтовых повязках встречали артистов в республиканской больнице. К маленьким пациентам приехал струнный квартет Государственного симфонического оркестра. Не устояли сегодня и родители в ДРКБ. Они лежат вместе с детьми. Специально к празднику фото-выставка «Жизнь продолжается». Герои – маленькие пациенты клиники. А вы хотите стать врачами? Да! Я не несу, что да или нет? Да! Вот видите, будущее поколение молодей знает, как действовать готово. Здоровья вам! Развеяли больничные будни победителя фестиваля «Созвездие», а уже позже сами получили подарки. Им вручили государственные стипендии от президента республики. Общее количество участников за все годы существования достигло внушительной цифры. Более одного миллиона человек. Это говорит о том, что у нашей республики богатый творческий потенциал. Ответное слово взяла обладательница гран-при фестиваля певицы Шамардана Зилия Вафина. Огромное, огромное наше детское татарстанское спасибо! Анна Городнова, Рамзил Гарипов, Анастасия Родионова, ТНВ, Казань, Елабуга, Набережной Челны, Мамадыш. Всех татарстанских детей с праздником одним из первых поздравил Рустам Миниханов. В Инстаграм он разместил видеоролик, где ребята исполняют известную детскую песню «Улыбка». От улыбки в небе раду-то проснется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. А вот юные хоккеисты встретили праздник на тренировке. Для них провел мастер-класс пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. Детские команды «Акбарс» и «Динамо» учились у него с секретом игры. За тренировкой наблюдал и Рустам Миниханов. О чем его спросили дети и какое наставление он им дал, услышала и Альбина Солгараева. Пока все школьники на каникулах, они на тренировке. Но она особенная, проходит вместе с пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым. Со стороны простые упражнения мы делаем, а во время исполнения у каждого происходит брак, в том числе и у меня. То есть здесь даже на достигнутом никогда нельзя останавливаться. Разминка, техника катания и бег на скорость. Для многих ребят это первая тренировка со звездой. Она оказалась физически непростой, требует силы, терпения и выносливости. Юные хоккеисты следят за каждым взмахом клюшки именитого спортсмена. Он быстро перемещается в площадке, ищет свободный лед, чтобы ему отдали передачу и он забил. Ну, тренировка такая трудовая получилась. А как Зарипов? Ну да, операция делает. Самое главное, с завершением сезона. С завершением сезона и днем защиты детей ребят поздравил и президент республики. Рустам Неханов отметил, что хоккей его любимый вид спорта. Юных татарстанцев, которые хотят им заниматься в республике, поддержат. Для развития уже есть все условия. Надо заниматься, надо трудиться, надо быть усердным. И самое главное, слушать старших товарищей. Так, как отметил Данис Зарипов, в свое время таких условий для занятия спортом не было. А потому ребята должны не просто достичь таких же высоких результатов, а перерасти учителей. Альбина Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». А чуть позже Рустам Неханов отправился в Москву. Здесь подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Подписи под документами поставили Владимир Путин и наследный принц Абудаби Мухаммед Аль-Нахаян. Татарстану в дружбе между двумя странами отводится особая роль. Подробности по телефону нам сообщит Дина Газалиева. Сотрудничество между Татарстаном и Арабскими Эмиратами уже последние десятилетия набирает обороты. Поэтому в сегодняшних мероприятиях, проходящих в Московском Кремле, республике отводится особая роль. Наследный принц Абудаби Мухаммед Аль-Нахаян прибыл в столицу России с рабочим визитом. Буквально два месяца назад Рустам Неханов встречался с принцем в Эмиратах. Президент Татарстана, как руководитель группы стратегического видения России и Исламский мир, активно простраивает отношения с руководством бизнесом арабской страны. Республиканская делегация принимала участие и в ежегодном инвестиционном форуме в Дубае. Сегодня о совместных проектах Рустам Неханову также есть что доложить. В частности о том, что Татарстан активно с арабскими коллегами работает по теме банкинга. Республика выступает пилотным регионом по реализации этого проекта. В настоящее время совместно со Сбербанком России и Исламским банком развития прорабатывается вопрос создания в Казани международного центра партнерской экономики. Подписывают декларацию о стратегическом партнерстве. Сегодня стороны скрепили договоренности подписями под декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Арабскими Эмиратами. Присутствие руководителей субъектов страны, наиболее активно сотрудничающих с арабской страной. Уже 4 июля в Казани пройдет очередное заседание Российской Эмиратской межправительственной комиссии. Об этом сегодня также шла речь. Татарстан будет принимать высоких гостей и вновь сверять точки роста взаимодействия двух стран и их регионов. Также сегодня прозвучало предложение провести одно из заседаний группы стратегического увидения России и Исламский мир в Абу-Даби. Дина Казалиева, ТНВ, Москва. Когда-то в детстве они запускали бумажные корабли. А сегодня их стараниями на воде оказалось корабельное детище, что во много раз больше своих родителей. Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду пограничный сторожевой корабль нового поколения. Какие моря и почему кораблестроители хотят поскорее сплавить своего ребенка, узнал Дмитрий Аринин. Шампанское, аборт, а кораблю бороздить моря и океаны. Новорожденное судно, названное Петропавловск-Камчатский, отправится к берегам своего города-тезки. Судостроители шутят. Поскорее бы сплавить туда свое детище. Сегодня для нас великий праздник. Праздник спуска того детище, который мы с вами спускаем. Корабль сам по себе будет служить у нас в непростых условиях. И после того, как он вышел, вы сразу видите, как изменилась погода. И он хочет сегодня служить на Камчатке. Там, где прохладно, холодно, ему так горячая погода не походит. В отличие, чем быстрее мы его построим, сдадим и отправим, тем быстрее улупшится погода. Как и свой старший брат Полярная Звезда, новорожденный корабль полностью спроектирован по требованиям морских пограничников. Раньше такого в новейшей истории страны еще не было. Заказчики не нарадуются, сбылась мечта их молодости. Я вспоминаю свою молодость, когда служил на кораблях и командовал пограничными кораблями. Мы мечтали о таких кораблях. Сегодня наша мечта и наши идеи, какими должны быть пограничные современные корабли, вами воплощаются в жизнь. Судно получилось не только от и до, каким просили, но и уникальным по своим характеристикам. Корабль, к совокупности технических характеристик которых, позволяет считать, что он лучший в мире, потому что таких кораблей с таким классом, ледовым классом защиты, с таким вооружением, с такой системой автоматизации, с такой энергетической установкой в мире не существует. Благодаря такому судну и его многофункциональному снаряжению российские моряки смогут бороться с пиратами, террористами, контрабандистами, а еще участвовать в спасательных операциях и тушении пожаров. И все это можно делать два месяца без захода в порт. Сейчас на Зеленодольском заводе строится еще третий корабль этой серии. Его спуск на воду ожидается в ближайшие годы. Дмитрий Айринин, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольск. Необычные кабинеты, интерактивные классы и новые направления в обучении. В Агрызе сегодня открыли Центр творчества «Радуга талантов». Здесь обещают, что спектр его возможностей будет не ограничен. Планируется, что здесь смогут заниматься до 600 детей. «Радуга талантов» объединила Центры оздоровления детей и внешкольные работы. Строительство объекта началось в мае прошлого года по поручению Рустама Миниханова. Из бюджета выделили почти 57 миллионов рублей. Ходунки, детская коляска или специальное кресло через телефон. Фонд социального страхования готовится запустить в приложение «Навигатор» для детей с особенностями. Заявление на помощь, консультации «Все», не выходя из дома. Сегодня только в республике проживает более 300 тысяч инвалидов. Ежегодно за помощью обращаются 40 тысяч человек. Все те, кто пишут заявления, у кого мы их принимаем, мы их обеспечиваем. То есть бывают жалобы, что не обеспечили или не привезли. В основном это те, кто не писал заявление или которые не получили программу реабилитации. Либо оно просрочено. То есть необходимо пройти заново экспертизу, получить программу реабилитации и абилитации, прийти в фонд и писать заявление. Подарки, улыбки детей и целое театрализованное представление. Так сегодня День защиты детей праздновали в Республиканском доме ребенка. На сегодня здесь проживает 60 детей. Тут они проходят реабилитацию и находят новые семьи. Сегодня подопечных дома с праздником поздравляли сотрудники предприятия «Сельхознав». Перед таким количеством зрителей этим детишкам удается выступать нечасто. На этом празднике они занимают главное место на сцене. Ну а поздравляют их сегодня любимые воспитатели, сотрудники предприятия «Сельхознав» и другие друзья Республиканского дома ребенка. Сейчас в этом доме живут 60 подопечных. Здесь же детишки с особенностями здоровья могут проходить реабилитацию, пока многие из них еще не обрели свою семью. Детям необходима забота и внимание. Об этом помнят и в предприятии «Сельхознав». Хочу выразить слова благодарности нашим друзьям, нашим благотворителям. Особо хочу выделить Фанису Хамзовичу Гатину, потому что когда бы мы к нему не обратились, с какой бы проблемой не вышли, он всегда готов выйти, понимает наши нужды. Сотрудники предприятия «Сельхознав» в этом доме частые гости. Все приезжают сюда не только в День защиты детей, но и круглый год. Ну а детишки этому только рады. Доброй традицией стало ежегодное участие сотрудников банка «Аверс» в озеленении территории ДРКБ. Международный День защиты детей сотрудники банка высадили на территории клиники цветы, создали яркие клумбы и праздничное настроение детям. На территории ДРКБ сегодня атмосфера праздника. Маленькие пациенты и их родители уходят из клиники в хорошем настроении. На новых клумбах зацвели яркие петунии. Мы давно дружим с детской республиканской клинической больницей и рады внести свой вклад в создание зеленых уголков и цветников. Ведь это так важно для детей, проходящих длительную реабилитацию после тяжелых травм и операций. Благодаря нашим общим усилиям у ребят после процедур появится возможность интересной использовать и провести время на свежем воздухе. ДРКБ входит в пятерку крупных детских больниц России. Ежегодно в клинике получают лечение более 45 тысяч пациентов со всего Татарстана и регионов. Поэтому так важно уделить внимание каждому. Пусть этот праздник считается детским, для нас он является как посылом, чтобы не забывать о судьбе каждого ребенка. Помните об этом, любить детей и всегда быть для них опорой, надеждой и помощью. Анна Городнова, Льшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Права детей и почему их нарушают в обществе все чаще забывают об интересах малышей и подростков. Количество обращений в аппарат уполномоченного в Татарстане за год выросло на 11%. Почему так происходит, об этом в эксклюзивном интервью расскажет детский амбудсмен Гузель Удачина. Здравствуйте, Гузель Любисовна. Добрый день. Сегодня день защиты детей, и главное в этом словосочетании это защита. Так от чего сегодня приходится защищать детей? От чего? Ну, наверное, от любого пренебрежения, любыми нуждами, интересами ребенка. С чем обращаются к вам дети, их родители, опекуны, возможно, родственники? В чем суть проблем? Делим на две такие части. Первая – это, собственно, жалобы, когда в обращении содержится обжалование чьих-то действий, бездействие, решение. Вторая половина – это, собственно, те обращения, которые касаются просьб, ходатайства, каких-то разъяснений действующих норм законодательства. Год от года количество обращений, которые поступают в адрес нашей службы, увеличивается. По итогам 2017 года более 1900 обращений поступило в адрес уполномоченным по правам ребенка. Никоим образом не связываем это с тем, что у нас ухудшается как-то ситуация с соблюдением прав ребенка. Просто люди больше стали интересоваться правовыми аспектами обеспечения прав своих детей и своих семей. Если в первые годы нашей деятельности самое большое количество обращений к нам поступало по вопросам обеспечения жильем детей, ну, с существенным отрывом самое большое количество обращений было в наш адрес, то, к примеру, с 2015 года мы обнаружили тогда такую тенденцию, что впервые за весь период существования института уполномоченного с существенным отрывом самое большое количество обращений поступило по вопросам реализации права ребенка на семью. И среди них, прежде всего, это были вопросы, касающиеся судьбы ребенка, его дальнейшего проживания, ситуации развода либо раздельного проживания родителей. С 2016 года, например, на первое место по количеству обращений, опять же, с существенным таким скачком и ростом стали обращения в защиту права ребенка на образование. Существенно увеличилось количество жалоб родителей, прежде всего, на те конфликтные ситуации, которые возникают у нас в образовательных организациях. Сегодня все-таки для детей это праздничный день. Что бы вы хотели пожелать родителям, детям? Вы правильно совершенно подметили. 1 июня в представлении наших детей прежде всего ассоциируется с праздником. Я бы очень хотела, чтобы именно такое восприятие у детей этого праздника оставалось, этого дня как праздника всегда оставалось, чтобы у них никогда не возникало повода задуматься об истинном значении этого дня, День защиты детей. Что это означает? Вот если у них такое будет восприятие этого дня, это будет означать, что все в порядке с их правами, и все у наших детей хорошо. Спасибо, Аграл. Спасибо. Так откуда же берутся проблемы? Чего не хватает детям и чего они ждут от родителей? Сегодня мы спросили молодежь Казани. Вообще родители не всегда меня понимают. То есть это касается и увлечений, и выбора будущей профессии. То есть они говорят, где ты будешь работать, чем ты будешь заниматься. То есть не хватает именно поддержки родителей в плане моих решений. Откровенности с родителями всегда не хватает, потому что мне хочется, чтобы моя мама была мама-подружка, а иногда больше мама-родитель. И вот именно вот этой откровенности мне иногда не хватает. Стараюсь хотя бы два раза в неделю им звонить. Ну, как получается, в общем, сейчас с учебой очень сложно мне. То есть совсем не хватает, да, с родителями? Лет в 13 было такое, что у меня появилась первая в моей жизни компания, и родители этого не понимали, они считали, что я должна быть домашним ребенком, а мне хотелось как-то на улицу как-то гулять. И это действительно было проблемой на тот момент. Большого дефицита нет, все равно хочется просто больше видеться с ними всегда, потому что, ну, как бы всегда скучаешь, что такое, это все-таки самые дорогие люди. Для десятка детей праздник проходит за закрытыми дверями и под присмотром полицейских. Только показания 1400 семей на учете у полиции. По результатам опросов в ЦИОМ, алкоголизм и наркомания стали главной проблемой детства. Следом идет низкий уровень жизни семей с детьми. Плохими дети не рождаются, но что их толкает на правонарушение? Альбина Минебаева. В Центр временного содержания несовершеннолетних попадают детям от 7 до 18 лет. И сегодня, в День защиты детей, некоторые ребятишки проведут этот праздник за закрытыми дверями. Алмаз впервые будет встречать день рождения в этом центре. Имя мальчика мы изменили. Завтра ему исполнится 14. Он из обычной семьи, правда, родители в разводе. Подросток, говорит, даже не понял, как украл телефон. Я бы сам этого не совершил. Я просто не понял, как это получилось. Надо отвечать за свои поступки правильно, то, что сюда меня определили. А вот мама боится за меня. От гиперопеки до полного безразличия. Из 10 детей, которые попадают в центр, один из благополучной семьи. Это уже не нонсенс. Психологи определили тенденцию последних лет. У родителей слишком много работы. У детей интернета. 95% здесь приходят, у них нет отца. И как следствие, мама работает одна. Мама работает, как правило, на двух, на трех работах. И, конечно, у нее не будет хватать времени на своего ребенка. Почему футболом увлекаешься? Нравится спорт. Если бы спорт играл в жизни Егора главную роль, то, возможно, он никогда бы и не бил по мячу на закрытой территории. Здесь он в третий раз. Вместо кубков его истории. Два украденных телефона и избиение человека. Все банально. Из девяти друзей пятеро с такими же незаконными увлечениями. Делать так нельзя. Но тем не менее попадаешь. Получается так, компания просто плохая. Я к тебе приеду, я жена, честно, повезу. Хорошо. Чтобы все было хорошо, ладно? Только показания на учете у полицейских 1400 семей. Столько же и подростков. По всей республике десятки тысяч. Плохим ни один ребенок не рождается. Но с 14 до 16 лет им особенно нужна поддержка. Если в семье не хватает тепла, любви, доброты, внимания, подросток ищет это настроение. Подростку хочется доказать, что он не лучше, не хуже всех, вернее. Что он что-то может, свою сферу, нишу занять среди подростков, возможно. Поэтому в этот период, в этот момент родителям нужно быть рядом. Изменить свое детство и будущее ребятам в Центре временного содержания дается на это 30-40 дней. У детей одно желание, чтобы все получилось. Учить среднее образование, пойти учиться на педагогический, потом на учитель физкультуры. А у родителей, которые смогли обнять детей не за закрытыми дверями, сегодня двойной праздник. Все в учительстве, только дети. Кроме детей мне ничего не нужно. Альбина Минибаева, Данил Филатов, Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов. ТНВ, Казань. Чего хотят дети? По итогам прошлого года, каждый россиянин от 7 до 17 лет провел у телекрана примерно по 2 часа в сутки. Что лишь на 25 минут меньше, чем у взрослых. Результаты опубликовал Роскомнадзор. Но что смотрят дети и что хотели бы смотреть? Со вкусовыми предпочтениями самых маленьких ознакомился Рамиль Шайдулин. Увидев камеру, дети меняются в лице, ведь это всевидящее око, сродни чему-то волшебному. Такими камерами снимают детское кино, которое почти каждый день они смотрят по телевизору. Только все ли им нравится или хотелось бы увидеть что-то другое? Я хочу увидеть по телевизору принцессу. Динозавры. Там стали сильные. Ходят по лесу и там люди. Я хочу по телевизору, вот себя увидеть. Селфи. А они не только смотрят, но и делают телевидение. Сегодня на ТНВ побывали ученики Академии Останкина. Камеры, свет, телесуфлеры. Здесь все почти как дома. Я еще полностью не прошла здесь экскурсия, но мне кажется, что примерно одинаково. А вот на прямом эфире новостей бывать не приходилось, но опыт точно пригодится, как и знания профессии репортера. У ребят совершенно разные интересы. Кто-то работает как блогер-влогер, как корреспонденты. Спрашивать вопросы у людей, прохожих, а также задавать вопросы, конечно же, звездам, известным людям. Будущие ТВ-творцы такие же зрители, как и все. Они смотрят мультфильмы и познавательные шоу, но на их взгляд этого мало. Они готовы создавать новое, то, что им самим нравится. Каких-либо детских сериалов, наверное. С юмором. С подобранными актерами. Многих блогеров приглашают на телевидение и, соответственно, взаимствуют некоторые форматы. Важна сама идея, контент. Патриотических фильмов, сериалов. Потому что сейчас очень много политики и мы забываем о нашей истории. Чем быстрее новый продукт появится на экране, тем быстрее его увидят и малыши со всей республики. Почти каждый из них по вечерам смотрит телевизор. Всегда хочется нового. Показали литовый. Позар. Позар. Показали литовый. Девочки не любят вообще-то. Телевизор смотрите? Да. Всякие. Я хочу, чтобы вы показывали футбол. Я бы хотела увидеть, как танцуют люди балет. Я хочу по кафе помочь к телепавке Минча. Я хочу, чтобы меня по новостям показывали. Меня. Голубой экран, как друг, от которого всегда ждут новенького. Познавательных программ и мультфильмов с хэппи-эндом. Как показал опрос. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, Ильша Таюбов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Главной площадкой праздника сегодня стала сцена оперного театра. Здесь идет гала-концерт фестиваля «Счастливое детство». К народным танцам и большой подарок вручает 250-тысячный сертификат на материнский капитал. В театре работает наш корреспондент Лина Зинатулина. Чем удивляют детские коллективы и кому достался заветный сертификат? Добрый вечер. Праздник на сцене сегодня создают ансамбль «Счастливое детство» и «Кристалл». Представление открыли самые маленькие участники. В продолжение татарская плясовая апипя, индийские танцы и куда же без футбола. Один из номеров участники сегодня посвятили грядущему чемпионату мира. Самый волнующий момент вечера – вручение 250-тысячного по счету сертификата на материнский капитал. Его получила казанская семья Ахмешиных с сыновьями Владиславом и Матвеем. В настоящее время задумываемся о расширении жилплощади. Потому что хочется, чтобы мальчишки обладали своей полноценной комнатой. Но, естественно, задумываемся еще о будущем. Будущее у нас образование. Оно дорогое, сами знаете. Поэтому не торопимся, посмотрим, как будет, как у них будут способности развиваться. И там уже будет все решено. С 2007 года татарстанские семьи получили такую поддержку в общей сложности на 70 миллиардов рублей. И почти все использовали деньги для того, чтобы улучшить жилищные условия. Такая вот защита детей не только в международный праздник. У меня все, коллеги. Спасибо, Лина. Вот таким, пусть прохладным, но зато ярким и светлым запомнился этот первый день лета. А наш выпуск завершен. Впереди еще прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Начало встречи прошло в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло по итогам первой четверти. 24-24. Во второй 10-минутке казанцы прибавили и ушли на перерыв, ведя в счете. Дальше команда Приптиса сняла все вопросы о победителе, доведя преимущество до двузначного. Хозяева оформили победу со счетом 101-86. Самым результативным в составе победителей стал Морисон Дур, набравший 24 очка. Финал четырех единолиги ВТБ стартует 8 июня. В полуфинале у них сойдется с Химками, а ЦСКА померится силами с Зенитом. К автоспорту экипажи команды «Камазмастер» продолжают выступление на ралли «Казахстан». Спецучасток длиной в 400 километров выдался непростым. Сергей Куприянов по итогам этапа стал лучшим в грузовой категории и 13-м в абсолютном зачете. Его время 5 часов 12 минут, а вот у второго экипажа команды в пятый день гонки, к сожалению, не заладилось. Судейские штрафы за то, что Андрей Каргинов не уложился в нормы времени, отбросили его в конец генеральной классификации. В результате Куприянов возглавил турнирную таблицу грузового зачета со временем 19 часов и 54 минуты. Тем временем в Казани прошел второй этап 1-8 финала чемпионата мира бои по правилам ТНА. На ринг от нефтьарены вышли 12 бойцов из 8 стран мира. Также Казань принимала второй тур соревнований «Бадминтонная надежда Татарстана». В турнире приняли участие 260 спортсменов, лидеры, рейтинга республики и победители отборочных соревнований, прошедших в пяти зонах. Игры проводились в двух возрастных группах, 2008 год рождения и младшая, а также юноши и девушки 11-12 лет. В первый день определились победители в мужском и женском одиночном разрядах, во второй в парном и смешанном. Третий тур соревнований пройдет в сентябре, также в Казани. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погоды на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы и Азнакаево, ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь, днем воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, в Набережных Челнах, Елабуке, временами с дождем, плюс 13. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске, облачная погода с прояснениями, 12 градусов выше нуля и дождь. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе пройдут дожди, днем воздух прогреется до плюс 13. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном, синоптики обещают местами дождь и 14 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, также без осадков не обойдется, плюс 13. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу город Казань, проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов, без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. От болезней на растениях вам поможет «Ризоплан». Ростсельхозцентр «Казань» 277-82-29. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Ростсельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 14. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин